друзья сейчас будет будет и непосредственно про рынок дойдем с вами до того какие именно активы инвестиции могут и дальше оказаться выигрыша такого развития ситуации обязательно поговорю все через несколько минут в том числе и несколько конкретных вот кейсов по компаниям но сначала все же уж простите но по политические сценарии в америке нельзя не говорить потому что в том числе для рынков это понимание сейчас важно выборы ну если что называется по чесноку выиграл конечно же там но президентом вполне при этом может стать байден если суды нескольких возглавляемых демократами штатов запретят пересчет голосов скажу так даже если в спорных штатах суды примут сторону байдена ничего еще не кончено есть пусть не высший но верховный суд а чудеса случаются и например пенсильвании ну не чудо но уже суд штата согласился потребовать выделить в отдельную стопку весь пул почтовых голосов по большей части байденских поступивших в счетную комиссию после 6 часов вечера 3 ноября ну не иначе как подготовка к последующему пересчету правда только два прошлых факта в решающей пенсильвании с ее 20 выборщиками у трампа было преимущество 56 процентов против 42 с половиной после дня голосования но в поданных по почте голосах которые по законам этого штата начали считать после уже дня голосования три четверти голосов оказалось за байдена туда я могу понять что демократов по почте голосовал явно больше но чтоб в три раза и так чтобы обеспечить преимущество причем байдену в итоге ровно с не самым большим перевесом который и был нужен наводят на сомнения ну еще на какие тем паче что тот же суд штата ранее до выборов постановил в общем-то невообразимое конверты без марок или с плохо читаем и штампами все равно должны учитываться если никто не доказал что они были отправлены после дня выборов полная так сказать презумпция избирателя либо тех кто и отправил собственно за избирателей нужное количество почтовых голосов а бюллетени в почтовых отделениях все находили находили пенсильвания же не настолько все-таки огромный по размеру штат и в общем штат со слишком хорошим культурным уровнем согласитесь чтобы в нем нашлось такое количество огромное раздолбаев тянувших с отправкой бюллетени за любимого кандидата до последнего то у вас бы не возникли сомнения и требования пересчета при условии скажем отмены верховным судом сша странного решения суда штата вот команда трампа уверяет например что штимпели на конвертах и даже не проверяли должным образом и почему-то в данном случае я им точно верю то зачем проверять когда суд штата сказал что дата не важна ну и по недопуск общественных наблюдателей то есть публиканцев я понимаю мне как представителю страны где люди голосуют на пеньках за конституцию но как бы в общем такое говорит но в там в тем не менее в неваде в мичигане в висконсине то есть в оплотах демократии царю настоящий в этом смысле беспредел в неваде счетные комиссии оставляли за дверями да не только рядовых и наблюдателей но например даже бывшего генпрокурора штата которому пришлось идти с этим на телеканалы сами при этом они продолжали считать ночами и днями без посторонних глаз значит есть что скрывать из детройта есть видео как персонал сгораживает кусками картона чуть ли не коробками из-под пиццы прозрачные стеклянные переборки от всей возмущенной публики которые просят разойтись затем в освоясь санитарный врач в маске ссылается на ковид какие голоса какое вообще наблюдение вы же заразитесь и вообще не велено а когда действующий но на минуточку еще действующий как минимум два с половиной месяца при любых раскладах президент великой державы держит речь на брифинге упоминая эти факты часть телеканалов просто обрывают вещание а такие гиганты как cnn например вещать продолжают но тут же дикторы обильно сдабривают эфир комментариями что утверждение мол президента они могут уводить заблуждениями следен и вообще не являться отражением реальности уж понимаете человек он не в себе он просто власть не хочет отдавать пять из шести крайних твитов трампа имеют оберегающие такие незрелые сказать умы пометку о сомнительном содержании твитов но вот видимо это и есть новый стандарт великой американской демократии вот наш крючках кандидат вот байден но другое дело видите вот он спокойно говорит что только американский народ сам все решит как решал 240 лет и сейчас вот подсчет голосов завершат все будет окей ну и в общем в это время вот сегодня собственно байден произносит упокаивающую речь убаюкивающую такое о том что поиск врагов должен быть окончен друзья ну конечно раз я победил зачем да что он будет точно так же любить республиканских избирателей как своих собственных коротком интервале вот этим между периодами молчания он ведет себя как президент всей америки уже то есть так как будто они с камалой харрис официально признанными победителями приступают к работе но камала харрис ее же слова демократия сильна только когда мы боремся за нее вот сегодня она сказала напомнив слова другого коррисмена демократа и в реальности в реальности никто конечно в стане соперников он не убаюка наречами в духе в духе божьего он будет целителем благослови америку они будут бороться за демократию так как они ее понимают при том борьба за пост конечно продолжится но и существенный и настораживающий в этом плане нюанс для рынков на который лично я сегодня обратил внимание по словам байдена да первое за что байден возьмется как выяснилось некий план байдена харрис по противодействию к виду ближайший понедельник сказал байден я представлю вам группу ведущих ученых экспертов которые с 20 января ну то есть с даты предполагаемого вступления в должность будут реализовывать этот план основанный на фундаментальной науке очень интересно он имеет ввиду что-то безвредное для экономики рынков или это какие-то карантинные меры или опять ограничение что за план такой ну или просто другими лекарствами лечить в общем науке пока это может быть известно но избирателям и судам нет в общем в судах предстоят верховном суде особенно где у байдена нет преимущества преимущества кстати у трампа там еще будут те баталии исход может на самом деле оказаться любым то что америки или макрон признали поздравили знаете это сколько угодно может быть там в америке еще долго будут бодаться вспоминаем 2000 год пересчет во флориде до этого рынки могут оставаться в умеренном позитиве наконец собственно мы частично переходим уже к рыночной тематике позитиве от того что во первых пока не выплеснуло все это на улице но знаете тоже момент вот уже в филадельфии выходили уже толпы людей с требованиями пересчета в неваде эти толпы даже частично были вооружены поэтому вопрос как говорится спорный хватит ли обстановки окружающей биржам для позитива вот разве что сейчас вот в основном основной источник роста бирж предыдущие дни это то что до биржи десятилетиями росли как по республиканской в общем так и диматор при демократах и какие бы ни были президенты в общем-то поводы для прибыли компании всегда находились и при низких налогах да и при высоких налогах гиганты они всегда зарабатывали отчасти вот эти новые всплески котировок по снп по наздак и по части компаний они и конечно обусловлены этим обстоятельствам но еще и вторым о котором вот я сейчас отдельно скажу бирже ставят на разделенную власть на разделенный конгресс в особенности при которой контролируемый республиканцами сенат будет блокировать все крупные инициативы президента демократа если его возгласят таки все эти президентом конечно вот этот тезис который сейчас озвучил уже не мой личный даже а он уже становится общим местом я сказал мейнстримом даже западных финансовых медиа а в этом трубят там эксперты из всех утюгов что сейчас рынки растут именно потому что как бы они думают что инициативы байдена не получат поддержки не пройдут то есть ему не удастся ни налоги поднять не провести свою зеленую сделку на 2 триллиона а если провести то только в таком ракурсе чтобы не было налогов там углеродные выбросы и других каких-то вещей которые бы мешали компаниям традиционной промышленности до энергетикам вот сейчас надо же даю как всегда для бирж какие-то срочно искать оправдания позитива биржам надо расти но кроме самых естественных никак не связанных с выборами что экономика сама себе сумеет сделать хорошо если вспомним в 16 году тогда говори вот сейчас будет замечательный пакет снижение налогов от трампа и будем расти перед выборами падали да а сразу в момент как вышли сказал он же хороший да вот сейчас не пытаются как ни странно сказать что байден для рынка хороший пытаются сказать что байден кэш для рынка в это бяка но вот если останется республиканский сенат то соответственно это все смикширует то что конечно байдену республиканцы не позволят обратно поднять налоги уже главное достижение республиканцев экономической сфере за все четыре года вот это вот как бы важно да то есть в данном момент если действительно окажется что сенат остался республиканским формально это все еще под вопросом потому что вот на тех же самых порталах где считают голоса даже на fox news написано 48 пока на 48 и подвешенные остальные голоса но на самом деле перехвачено пока демократами только одна оппозиция а им надо было перехватить 4 в сенате и там две позиции по крайней штате джорджия где при всех вопросах голосами тем не менее там хотя бы губернатор республиканский вряд ли он позволит упустить ситуацию сенатом то есть вот этот момент да на него сейчас биржа они принципиально и обращают внимание вот именно на разделенный сенат значит ну насколько эти ожидания правда мы скоро увидим все еще может быть реально вверх тормашками быть перевернута но все-таки вот эти вот идеи называется если уж там не будет совсем каких-то уличных революций и прочих великих потрясений да а все-таки будет акцент как на великую америку то рождественского роалия эта история думаю не отменит поэтому вот на данный момент все-таки ориентироваться на это наверно стоит да следующий не важный наверное момент который на всех волнует это в принципе какие компании вообще пока могут оказаться выигрыши да это наверно важный момент вот выигрыша в первую очередь сейчас оказываются во первых европа и азия мы уже видим как европейский рынок в росте опередил американский скорости да и скажем французский индекс вышел на уровни которые были где-то в середине октября да это те уровни которые с которых собственно они сваливались когда там начали карантинные ограничения вводить париже затем и в других регионах франции то есть обращаем внимание на то что европа может выиграть в каком плане если действительно победа останется за байденом то часть капиталов могут все-таки огорченно сказать пошли ка мы может быть куда-то в европу или в китай которому сейчас потрофит потому что тарифы наверное новые вводить не будут торговые войны подзаморозятся по байден вот он такой про китайский президент а если же все-таки трампа удастся стоять свою в судах то в этом случае явно трамп ралли продолжится то которое было четыре года и от этого уже выигрывают косвенно те же европейские биржи поэтому вполне возможно что на европу будет больше внимания аналогично и на инвестиции в азию мы даже вот видели что несмотря на отмененные айпио дочерней структуры алибовы финансовой китае не отмененные а приостановленная так скажем тем не менее сначала там бумаги припали алибовы но дальше их начали довольно быстро выкупать то есть целом даже вот по негативным кейсам да с негативной новостью видно что рынки прорабатывают сценарий который может быть так или иначе благоприятен для как европы так и азии что же касается в принципе как америки так и европы так и остального мира то думаю по большей части снова будут расти в цене чтоб на уже начали будут те компании позиции которых вызывают меньше всего сомнений те которым в общем в целом хорошо при всех президентах и которые минимально от них зависит но отчасти это биг техи да уже поперли в принципе google amazon apple но тут более спорные моменты потому что тут периодически пытались их контролировать в конгрессе одни требовали там от них бана для высказываний сомнительных соответственно трамп грозился что там twitter тому же не поздоровается там не поздоровится и еще может быть кому-то из таких соц сетей да за то что они к нему не отнеслись слома лояльно но естественно не так это обговаривается да поскольку они вот свободу слова зажимают но так или иначе да так или иначе в целом биг техи они тем более в условиях сомнений там не будут ли ограничительных мер введено они могут быть выигрыши то что но это бизнес и бизнесов да это площадки для развития всех возможных других рекламных подвижений ну и наконец да и конец второй момент это наверно все-таки глобальные розничные сети известные бренды по производству прежде всего продуктов питания напитков шмоток различных да так как их продукция но они требуют от потребителей никаких больших расходов трудно ожидать чтобы прибыть там таких компаний как кока-кола или уолмарт старбакс макдональдс макдональдс романа критически вдруг бы начала зависеть от того кто именно является президентом сша ну или даже от пандемии да то есть макдональдс как известно легко обошел эту историю за счет окошек для покупателей да и которые приезжают на автомобилях но и собственно говоря последнее на чем станут экономить жители больших ли малых городов мира даже в условиях неопределенности политической там да и там в условиях пусть даже жесткого дефицита денег в их собственных кошельках наверно последний на чем будут экономить там завтрак по дороге на работу фастфуде и там подписка на канал дисней со скарстами мультфильмами для своих детей вот на текущей неделе отчитывается дисней в четверг во второй половине дня здесь конечно понятно что компания потеряла на тематических парках на различных тематических круизах да они составляли до трети доходов но акцент идет на количество подписчиков на канал дисней плюс поэтому в основном следить стоит за этим а не только за показателями прибыли в целом бумаги вполне имеют потенциал неплохо подняться лично у меня не в портфеле есть и избавляться от них я не планирую даже если будут какие-то дорожания может быть в ненадлежащем направлении непосредственно на отчетности в понедельник до открытия рынков как раз отчитывается макдональдс но вот собственно говоря что покажет отчетность макдака да ильдом микки мауса это очень интересно мне кажется в плане долгосрочных каких-то стратегий да то есть вот копилку эти данные безусловно положат но они могут непосредственно дать и некую подпитку движения на неделе ну и из компаний тоже различных и интересных бионт мид отчитывается в понедельник по-моему во второй половине дня понедельника компания другого плана которая конечно же вот имела равные доходы да то есть продукция заменитель мяса да равные доходы от розницы и от ресторанов вот от ресторанов естественно как бы доход должен был упасть и стал меньше в период карантина и в последующий период да а вот от розницы доход мог остаться таким же либо вырасти поэтому в связи с этим на отчетность будут мне кажется именно в этом ракурсе смотреть на самом деле мы даже видим что россии это розничные сети и то прибавляют ноги вот если взять там акции пятерочки там даже даже магнит если взять который в целом себя чувствовал не очень последние там пару лет бумаги все эти акции торгуются значительно выше чем они были до пандемии ну и собственно плавно переходя до к вопросу про россию я сказал судьбу рубля но собственно все наверно в курсе насколько я недолюбливаю проклятые вопросы в духе рубли или доллар потому что вообще во многом рублевые парадоносы это гадание а не наука я считаю от этой самой дилеммы доллары и рубли нужно уходить просто часть рублей смысл вкладывать в рублевые активы ну с хоть какой-то доходностью а доллары в акции западных компаний не слишком при этом паре по поводу валютного курса что доходность от вложений в те и другие активы она должна в принципе перекрывать эти вещи но вопрос поступает много про рубль поэтому я сделаю исключение расскажу вкратце что думаю но расскажу образно что про рубль в общем этой осенью в пору триллер с продолжением снимать вот я собственно обрисую картину как она мне видится в первой ноябрьской серии но я только ноябрь беру главные роли должны по идее достаться будет чиновникам нашего минфина потому что он успешно прям в день выборов американских перерезко подорожавший на тот момент в валюте накануне до 80 1 за доллара было вот на фоне этого всего выбранного за его потусторонного океана героически минфин провел успешный рублевый аукцион привлёк более 400 миллиардов рублей в уссд вопреки самой что ни на есть неблагоприятной внешне конъюнктуре тем самым минфин внес решающий вклад в процесс как бы когда и вот рубль отступил от этой грани там выше 80 дошел вплоть до 77 рублей такому вот мысу надежды прибили российскую валюту в то же время во второй серии уже в кадре должны быть даже не трамп и байден для рубля вот этого триллера а статисты как раз с олл стрит то есть те самые люди бесстрашно бросившись скупать подешевевшие акции и вот именно за счет взлета американских бирж оживают потихоньку по аппетит и криску на других рынках потому что высвободившие деньги кое-какие небольшие пока но потянулись на развивающиеся рынки значит и в российские активы но теперь значит соответственно вот эстафету этих звездных ролей их явно пора передавать председателям избирательных комиссий и демократическим губернатором штатов тех же сам мичиган висконсин невада пенсильвания там где заказ закончился уже непрозрачный подсчет голосов да и теперь уже в дело вступают собственно говоря представители судов да потому что те свои дела сделали переборки стеклянные счетами закрыли наблюдатели не пускали вот теперь следующий будет этап подсчетов и дальше соответственно мы увидим ну что-то вроде наверно как фильм 12 да то есть ручная перепроверка счета голосов затянувшиеся на этом фоне на этом фоне потоки на развивающейся рынке в том числе евро были могут под замедлиться поэтому я все-таки полагаю что где-то вот сейчас колебания по курса доллара между отметками 78 там тире 80 они могут продолжиться легко то есть не стоит увлекаться историей не то что все рухнет да рухнет и не то что там его прямо укрепиться вот потому что если трейдеры дальше и управляющие фондов будут сохранять такой покерфейс как сейчас в духе что да рынки при любых администрациях росли растут в этом случае доллар может продолжить немного дешеветь на этом облегчение по отношению как к евро так и особенно к юаню и частично к корзине из других основных валют значит соответственно и в россии мы можем в таком случае если ускориться движение из долларовых казначеек такое успокоительное со вдохом облегчение можем увидеть даже 76 и там пи 75 половину но ненадолго думаю если же европейские биржи например первыми не выдержат взятых темпов роста вот пока что мы видели что индексы прибавляют мы говорили с вами об этом вот и если в этом случае например не потащит выше индексы с н пи там акции бехтехов снова допустим уронит на время там волатильность по ним высокая была в последней неделе в этом случае мы можем и 80 и выше 80 вновь увидеть но учитывая вот первые достижения какие уже минфина и продажи госкомпании вряд ли мы прямо увидим там какой-то разгромы бля в этом случае скорее всего увидим вот волатильность которым лучший возможный курс это где-то 75 с половиной 76 худший вариант это там 81 грубо говоря который уже был перед выборами то есть такая вот подвешенная ситуация когда внешние инвесторы безусловно не склонны сейчас спешить с инвестициями в россию вообще с инвестициями вот но за счет чисто внутренних российских ресурсов конечно курс рубля всерьез надолго его не отрегулировать можно только потянуть время пережидая ситуацию в этом смысле вот как у аркадия гайдара нам бы как там сказано только нам бы ночь простоять до день продержаться вот пока все главные буржуины никак свои вопросы не решат соответственно это выжидательная ситуация она может там ни день ни два продлиться три-четыре недели или даже плоть до католического рождества а и и Субтитры создавал DimaTorzok